Эту лекцию о том, как нужно бережно относиться к своему здоровью, приходит послушать не только пациент. Среди слушателей школы здоровья есть и медики, и просто неравнодушные к своему здоровью люди. Я иду второй раз, мне очень понравилось, потому что я много интересного узнала, и могу спросить, и проконсультироваться, и побольше узнать. Услышать важные советы теперь можно не только в Ижевске. Школа здоровья регулярно проводит свои занятия в Центре телемедицины. Так, эту лекцию слушали Глазов, Сарапул, Кеса и Камбарка. Ещё когда открывали этот центр, а это было несколько лет назад, рассказывают медики, решили использовать его возможности и для профилактики. Это огромный плюс для наших пациентов, которые только специально ради школы, они не приедут сюда, в Ижевск. И это далеко, и материально затруднительно, и маломобильная группа пациентов, например, с заболеваниями суставов, они это слушают на местах. Школа здоровья – это одно из направлений работы, а ещё здесь проходят лекции для врачей и консультации для пациентов. Только в прошлом году здесь своевременным советом помогли почти тысячи больным. У нас очень много примеров, когда мы в течение буквально 20 минут могли оказать помощь пациенту с острым коронарным синдромом. Это инфаркт миокарда. Наши реаниматоры дали очень ценные консультации, тем самым, естественно, спасли жизнь. Есть у нас подобные примеры, когда мы пациентов консультируем с институтом имени Пакулева и спасаем жизнь очень быстро. Это очень хорошо экономит средства пациентов, не надо туда ехать. Время, ну, естественно, цена вопроса – это жизнь. Сегодня по республике создано 40 таких центров. Они есть уже почти во всех районах. В ближайших планах охватить телемедициной ВАВОЖ, а также Центр профилактики и глазную клинику. Оксана Худякова, Максим Кузнецов, телеканал «Майотмурти». То есть не должно быть кариозных зубов. Это также...